Ну а помочь детям не только Варнинского района, но и всей области можете и вы. Для этого достаточно принять участие в интеллектуальной игре «Лучшее состязание детективов». Собранные средства пойдут на помощь подопечный фонда «Настоящий волшебник». Это дети с тяжелыми заболеваниями. Так вы можете помочь, например, маленькой Анечке Карповой. У девочки тяжелая форма ДЦП, ей требуется реабилитация. Вот это птички. Кушает. Как кушает? Кушает. А, летает. Двухгодовала Анечка Карпова только начинает активно познавать окружающий мир. Ко всему новому она испытывает неподдельный интерес. Особенно любит смотреть мультики и играть с мамой в прятки. Выображать, как девочка любит. Прям девочка-девочка, да, дочь? Глядя на эту малышку с таким искристым смехом и не скажешь, что с ней что-то не так. Но, увы, жизнь не всегда бывает справедлива к тем, кто абсолютно не заслуживает страданий и мучений. Около года назад мама девочки поняла, что ее Анютка развивается не как все обычные дети ее возраста. Болели часто очень. И в связи с этим замечали, что ребенок не переворачивается, поздно голову начал держать. Врачи как бы списывали это на слабость ребенка. К году эта кроха с золотыми кудряшками не умела ползать, ходить, просто стоять, даже сидела с трудом. Тогда мама обратилась за консультацией к неврологам. Но женщина даже представить не могла, насколько шокирующим будет вердикт врачей. ДЦП с задержкой развития. С тех пор жизнь мамы и малышки изменилась в корне. Ежедневно они ходят в реабилитационный центр. Наталья старается сделать все, что в ее силах, ради того, чтобы у единственной дочери появились успехи в развитии. Не жалеет ни сил, ни времени, ни денег. Врачи уверяют, что у Ани есть все шансы на восстановление. Занятия в реабилитационном центре «Дети Индиго» уже дали хорошие результаты. Научилась в результате больших занятий, массажа, реабилитационных всевозможных процедур. Научилась держать спинку, научилась правильно сидеть. Будем заниматься формированием правильной ходьбы. Для мамы каждое, пусть даже маленькое достижение дочери равноценно большому подвигу. Оказалось, что у Ани отличный музыкальный слух. Во время процедуры «Музыка мозга» малышка слушает мелодии в наушниках и подпевает им вслух. Мама Ани видит, как ее доченька старается. После Алла Планта у нас она начала слова по слогам говорить. То есть она знает определенное слово и отдельно слога произносит, вместе не может связать. Сейчас к психологу начали ходить, чтобы связать все эти слога. Но пока малышка только в начале большого пути, с которого просто нельзя сворачивать. Иначе приобретенные навыки снова утратятся. При этом только один курс реабилитации стоит около 50 тысяч рублей. Родители малышки сейчас исчерпали все свои возможности и просто не знают, как собрать такую сумму. Если вы готовы помочь маленькой принцессе, отправьте смс с текстом «Феникс» и суммой, которой вы готовы поделиться, на номер 900. Деньги спишутся с банковской карты Сбербанка. У этой золотоволосой крошки должен быть шанс на будущее, как у всех. Центр педиатрии и неврологии «Дети Индиго». Современная медицинская помощь маленьким пациентам. В центре прошли лечение более 6 тысяч малышей со всего мира. Благодаря ранней диагностике и новейшим разработкам мировой медицины, врачи центра достигли высоких результатов в коррекции самых сложных неврологических и психиатрических заболеваний. Лечебные занятия и процедуры проходят в игровой форме. Врачам «Дети Индиго» важно, чтобы их пациентам было комфортно.